В ночь с 8 на 9 мая на территории Российской Федерации в Московской области произошло ужасное происшествие. У Юранки перегорел блок питания. Всем здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Юранка. И, наконец-таки, прошло 5 дней с 9 мая, сегодня 14 мая. У меня в ночь с 8 на 9 мая перегорел блок питания. Сейчас я вам постараюсь всё в подробностях описать, но не задерживая, собственно, у меня здесь бардак. Я открутил две крышки, одну та с левой стороны, другая с правой стороны, вот эта. Разобрал компьютер, материнская плата, видеокарта, конденсатор для процесса. Собственно, два кулера, старый блок питания, на котором не подаётся энергия на видеокарту, в связи с чем компьютер намертво вырубался, и Zellman TX Series, который я показывал несколько, ну, назовём это, серий назад на своём канале. Можете посмотреть, где-то около полтора года тому назад, зимой, я себе его заказывал. В итоге вот теперь он валяется вот здесь, я его сейчас возьму как вшивого котёнка и подниму для того, чтобы вам, собственно, продемонстрировать, что с ним случилось, ребят. Ну, во-первых, ничего не предвещало беды. Было 8 мая, приблизительно часов в 10-11 вечера. Знакомый позвал меня поиграть в дотку. Ну, я думаю, что отказываться. Играем, и во время игры я сидел в наушниках, но сквозь наушники я услышал звуки удара. Как будто вентилятор крутится, обо что-то ударяется, немножечко откатывается обратно, начинает опять крутиться, 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 останавливается просто, потом опять крутится, 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 останавливается, потом начинает крутиться, очень быстро разгоняется, и будто обо что-то ударяется. То есть, будто здесь какая-то муть, я не знаю, что это, запчасть или что-то, будто мешало ему крутиться, То есть, будто он обо что-то ударялся, такой звук «тыньк» был, потом опять «жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж и останавливаться, медленно крутиться, останавливаться, и в итоге все сошло на нет вообще. Кулер перестал крутиться в принципе. Хотя подсветка у него работала. Собственно, как здесь было указано, вот эта вот надпись 3 year и там написано в Эронте якобы 3 года гарантии, это полнейшая чушь, потому что в чеке у него было написано, что гарантия всего лишь на 1 год и закончилась она в 2017 году, в октябре месяце. То есть приблизительно чуть более чем на полгода он просрочился и обменять бы я его никоим образом просто на новый блок питания не смог. Я его покупал за 3000, в принципе не так отдал много денег. Забегая вперед, расскажу вам, там вот в черном ящике у меня лежит новый блок питания, который я вам обязательно покажу уже в следующем ролике. Также я решил разделить рубрику моих комплектующих и устройств для ПК на до и после, то есть до я буду вам показывать, как выглядят комплектующие в коробке, что в себе несет непосредственно самокомплектующие, это там инструкции, болтики, шмолтики, всякие, я не знаю, швинтики, инструкции, там застяжки, растяжки и все прочее. И буду вам это все демонстрировать. Ну, собственно, смотрите, ребят, короче, перестал крутиться кулер, но я думаю, ладно, оставлю его на ночь работать в майнинге и ну, либо там сработает какая-нибудь защита, может быть, у него он выключится там экстренно, либо же повезет и он не будет перегреваться. Но и тут-то было, друзья. Кулер перестал крутиться и блок питания просто нагрелся и комп вырубился. Посреди ночи я случайно проснулся, слышу, что мой компьютер перестал жужжать, я понял, что он вырубился. Думаю, ладно, проснусь утром и разберусь. Но не тут-то было, с утра я просыпаюсь, я полностью раскрутил блок питания, я его весь от пыли абсолютно все продул, почистил, но толку это никакого не дало завести, его не удалось, и он не заработал. То есть, попросту говоря, он просто сгорел. Хотя, ни запаха гари, абсолютно ничего более я не чувствовал. То есть, такое чувство, будто блок питания просто не подает энергию. После подключения шнура в разъем, я случайным образом, вот здесь вот под вентилятором, там где вот эта вот зеленая припаянная платка, докоснулся пальцем и почувствовал разряд электричества. То есть, у меня как будто начало сводить так немного ладонь. Я понял, что энергия на блок питания подается, но по какой-то причине оно не расходится дальше по всему блоку питания, энергии на компьютер не идет. В итоге, 9 мая мне пришлось заказывать в моем замечательном магазине, в котором я покупаю комплектующий под названием Мегабит, и я заказал себе новое БП на этот раз, теперь это было 700, до этого сейчас у меня будет 850 ватт. А, ну ладно, друзья, это уже забегая вперед, это я в следующем ролике расскажу. Поэтому, друзья, у меня здесь полнейший кавардак, у меня вытащены все комплектующие, сейчас все буду это собирать, в следующем ролике вам расскажу уже на новом блоке питания, короче, он у меня перегорел, мне пришлось 5 дней сидеть без компа, и знаете, эти 5 дней для меня были, наверное, хуже, чем у фашистов в концлагере, потому что я привык к компьютеру, что он у меня хотя бы просто работает и сидит рядом, но я даже нашла какая-то депрессия, я в течение 5 дней практически ничего не ел, не хотел ничего есть. И, к сожалению, вышло так, что ту часть денег, вот у меня получилось 12 тысяч, мне подарили на день рождения, и 5500, ну, практически 5900, мы практически, ну, округлим до 6000, потому что там еще доставка вышла. Хотя доставка всего лишь составила 150 рублей до дома, ты можете представить, только что мне сейчас привезла женщина-курьер, блок питания. И 6000 у меня незапланированных растрат, но если мы сравним с тобой коэффициент прибыльности с майнинга, что я в месяц получаю 6000, а сгорел у меня блок питания через полтора года, то в принципе можно сказать, что я в любом случае остаюсь в плюсе, и раз в полтора года я могу спокойно покупать себе новый блок питания, потому что за 10 месяцев это приблизительно, ну, 60 тысяч рублей составит. Так как я ни на что деньги не трачу, то у меня имеется возможность просто откладывать их, покупать себе новые видеокарты, а потом блок питания я смогу себе покупать хоть раз в месяц, даже быстрее, то есть, и поэтому мне, ну, особо бояться и переживать не стоило, поэтому я особо не волновался, мне было особо безразлично. Самое главное мне было от старого блока питания проверить питание к материнке, потому что если вдруг что-то более, чем блок питания перегорело бы, это было бы вообще полнейший пиздец, потому что на другие комплектующие я миллиард процентов даже не рассчитываю их менять в какое-то ближайшее время, потому что я хочу докупить еще одну или две видеокарты для своего, ну, компьютера, мощные, очень мощные, и только тогда уже, я думаю, возьмусь за материнскую плату и процессор, поэтому как минимум менять материнку с процессором я не буду, скорее всего, еще как минимум год, а может быть и два. Поэтому, друзья, если будут выходить более мощные, более требовательные игры, нежели чем мой AMD FX 9590, то я просто в эти игры, скорее всего, играть не смогу, либо занижать буду графические настройки. Ну, ладно, друзья, это я о своем, поэтому, в общем, у меня не запланированные растраты в размере 6 тысяч рублей на мой блок питания вышли, но, забегая вперед, скажу, что мне этот блок питания новый по описанию, по характеристикам очень понравился, он лучше, чем этот, и вероятность того, что он сгорит, будет намного меньше, но знаете вы уже это в следующем ролике. Почему я вам все это объясню и расскажу, обязательно покажу. Поэтому, друзья, следите за своими комплектующими компьютерами, продувайте их от пыли, потому что из-за пыли они могут выходить из строя. Также приобретайте комплектующие со всеми возможными видами защиты, это от перегрева, от перегрузки, от всего-всего прочего, все-все-все, что может навредить вашему компьютеру для того, чтобы у него комплектующие не перегорели, лучше потратить побольше денег на ту или иную запчасть, нежели чем купить подешевле и потом просто об этом жалеть, когда он выйдет из строя. И тебе также продавцы в магазине скажут, на что ты рассчитывал, приобретая там, вот у меня блок питания на 600 ватт был, самый первый в этом компьютере. Это вот, кстати, он и есть, ребята. И он работает, а вот этот от фирмы Zellman сгорел. Что ты думаешь, это фирма FightBytes, у нее была обычная вот такая вот коробка, картонная. Можете представить, картонной коробке поставлялся блок питания. Без надписи, без всего, без картинок, хуинок и всего прочего. То есть, просто картонная коробка. В ней лежал блок питания. Он на 600 ватт. И купил я его, ты ни в жизнь не поверишь, за полторы тысячи рублей. 600 ватт, полторы тысячи рублей. И он проработал, сука, даже дольше, чем вот этот. Отчего я был просто в шоке. Раз на раз не приходится, конечно. Но, друзья, приобретайте блоки питания от нормальных производителей, а не от китайских. Потому что блок питания это одна из самых важнейших частей компьютера, по которым идет ток. И если вдруг произойдет какая-то перегрузка в сети, замыкание короткое или что-нибудь подобное, то ваши комплектующие могут просто-напросто сгореть. И никто от этого вас не спасет. Единственное, кто может вас спасти, это блок питания. Нормальный, хороший, купленный обязательно с гарантией, а не с рук у кого-то. И, как я уже сказал ранее, от нормального производителя. Поэтому, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. И всем до новых встреч вместе на канале в группе в новых видео, в играх. Как только я сейчас соберу полностью все комплектующие, я выложу еще пару роликов Rise of the Tomb Raider, которые у меня были загружены, но не были опубликованы, потому что тогда у меня комп сгорел, я не смог их опубликовать. Поэтому, ребятушки, отнеситесь с уважением к вашему компьютеру, прочищайте его от пыли, продувайте, ухаживайте за ним. Любая техника, абсолютно любая, требует уход. Даже оружие, понимаешь, необходимо смазывать для того, чтобы оно нормально стреляло. А если ты этого делать не будешь, то его просто заклинит, и пуля может взорваться в пистолете или в автомате просто вылететь тебе в лицо, и ты останешься без ебала до конца жизни, если ты еще не помрешь против всего от этого. Поэтому, ребятушки, еще раз всем до новых встреч, спасибо, что выслушали, что посмотрели, что сопереживали вместе со мной. Блядь, я переживал эти пять дней, ты не можешь себе представить просто как. Хотя было написано, что доставка за один день, было написано время ожидания один день, но так как 9 мая был выходной, у них никакие службы не работали, 10 мая они тоже не могли ее доставить, 11 или 12-го только отправили в курьерскую службу, и вот как раз только 14-го числа сегодня мне ее привезли. Курьерская служба называется Шустрый Заяц, если кому-то интересно, о которой я, кстати, сегодня услышал впервые. На Варшавке где-то находится офис, я спросил. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, с вами был Юранка. Прошу прощения, что я не опубликовал эту новость в ВКонтакте, не сообщил вам о том, что у меня сгорел БП, забыл, честно. Но сейчас все образумилось, вновь будут выходить ролики, так что можете радоваться, смотреть и наслаждаться. Вы мои самые лучшие зрители, я вас всех очень сильно люблю, поэтому до новых встреч, спасибо за просмотр, вы увидите на канале, в группе и в новых видео. С вами был Юранка, всем удачи и пока-пока. Хотя откровенно скажу, ребят, что, наверное, если бы не мои антидепрессанты и, блядь, успокоительные транквилизаторы, я думаю, что я бы, блядь, здесь просто сошел с ума, потому что компьютер для меня это все. Все, ребятушки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok